Всем привет, меня зовут Алексей, я фанат часов и эксперт в них. Мы находимся в салоне часов фуллтайм на Русаковской и поговорим сегодня про новинки японских часов. Очень часто бывает такое, что между анонсом, релизом и поступлением часов на рынок проходит достаточно много времени. Иногда это занимает до полугода или даже года, и у нас сегодня такие модели будут. Начнем с часов компании Casio, модель GX56MF. Это новая тематическая коллекция этого года, была анонсирована весной как раз 24-го года и на рынок поступила на мировой. Вот летом 24-го в том числе и к нам попали. В простонародье эти часы называют кинги за счет их, ну за то, что очень-очень большой корпус. На самом деле корпус узнаваемый, знакомый, это модель 5600, но в таком вот монструозном исполнении. Здесь усиленная защита безеля и кнопок дополнительная защита. Также нестандартная защита задней крышки. Очень часто она открытая в моделях G-Shock. Здесь дополнительно такой защитный кожух пластиковый присутствует. В общем-то здесь все реализовано для такой максимальной противоударности. Плюсом ко всему кинги, либо 56-е модели, это одни из первых моделей, которые получали дополнительную, неофициальную, виброзащиту. Это одна из первых моделей, в которой появилась виброзащита, хотя официально здесь не заявлено. Дело в том, что часы позиционировались как модели для молодежи, активно занимающиеся экстремальными видами спорта. В первую очередь это BMX и скейты. Во время занятий действительно достаточно большие вибрации. Понятно, что часы выдерживают падение, их можно ударять, за это не переживать, как бы с ними ничего не будет. Но за счет мелких вибраций механизм может вступить в резонанс с корпусом и разбиться об него. Здесь это предусмотрели, использовали специальные силиконы. В дальнейшем, кстати, они эволюционируют, ну, у нас в альфа-гель. Но здесь вот дополнительная защита для того, чтобы сам корпус часов не разбил механизм, который находится внутри, не повредил его, и часы, скажем так, могли работать в любых условиях. Вот с этого, скажем так, начались дополнительные защиты часов G-Shock. А так это стандартный набор G-Shock, то есть противоударные часы, водозащищенные, 20 бар водозащита с подсветками. Здесь модуль у нас обновленный, подсветка светодиодная используется. Секундомер, таймер, будильник, мировое время, все как всегда, все как мы привыкли видеть. Но, да, в таком вот крупном размере, если запястье большое, если хотим крупных часов, то вот можно такую модель себе присмотреть. Цветовое решение такое тоже не совсем стандартное. Обычно эти модели всегда такого черного цвета, либо серого цвета, либо систематические коллекции этого там чисто красные какие-то варианты. В данном случае у нас дополнительно такие флюоресирующие акценты на циферблате представлены, которые немножечко к себе внимание привлекают, но, скажем так, не перекрывают основной посыл часов, что это такие вот монструозные, брутальные мужские часы. Следующая новинка из Японии это тоже часы Casio, модель MTG B3000 PRB1A. Анонсирована она была летом того года, на рынок поступила в конце 23-го. Вот до нас добрались они вот только сейчас этим летом, но это нормально, действительно такое бывает, что с анонса до поступления на рынок проходит достаточно много времени. Плюсом ко всему здесь модель у нас ограниченного издания. Это и новинка вообще на самом деле того года тоже MTG B3000, и ограниченное издание, вдохновленное северным сиянием. Здесь у нас цветовые решения такие вот темно-фиолетовые, переливающиеся. Начнем с самой модели MTG B3000. Это развитие внутренней коллекции бренда G-Shock, металл твиста G-Shock, то есть G-Shock и завернутые в металл. В сравнении с предыдущими моделями MTG B3000 стали тоньше, компактнее. Этого удалось достичь за счет использования новой технологии Dual Core Guard Structure. Здесь у нас такой кейс из металла создается, внутри которого находится карбоновое кольцо. Вот такое вот. Оно у нас отвечает за противоударность зажатия, металлические элементы между собой кейса, они соединяются насквозь стальными трубками и вкручиваются друг в друга. Каждый элемент корпуса, то есть это безель внешний и задняя крышка, которые между собой соединены боковинами, они создаются из двух цельных болванок, которые потом фазируются специальным образом и выковываются. То есть это сверхпрочная сталь. Дальше начинаются особенности непосредственно модели северного сияния. Это у нас безель, если вы на него посмотрите, увидите, что он у нас такой переливающийся, действительно как будто рекристаллизован. Это такая технология покрытия. Рекристаллизация идет у нас при помощи ПВД-покрытия. Много-много слоев, поэтому на самом деле каждый безель, каждый корпус часов здесь тоже у нас по боковинам идут ПВД-покрытия. Они получаются уникальными, неповторимыми, то есть каждая модель отличается там чуть-чуть, но отличается. Внутри у нас скрывается новый механизм с Bluetooth-синхронизацией, с солнечным аккумулятором, с шестью независимыми моторами, работающими в обе стороны. Они отвечают у нас за быстрое передвижение стрелок. Яркая подсветка, радиосинхронизация, естественно, сапфировое стекло. И также, начиная с этой модели, у нас здесь реализуется технология быстрой смены ремешка. То есть нажимаем боковые части, и ремешок достаточно легко снимается. Это для того, чтобы можно было дополнительные ремешки, либо даже браслеты самостоятельно приобретать и менять без каких-либо обращений в сервисный центр. Все элементы, которые используются в часах, они у нас подвижные. Это тоже сделано для виброзащиты. Говорили на примере предыдущей модели, что вот есть такая система. Здесь она тоже реализована, официально она тоже не заявляется. Но дополнительные силиконовые вставки, дополнительные вращающиеся элементы как раз отвечают за защиту механизма, за защиту винтов, крышек, чтобы они не выкручивались, не выпадали. Повторюсь, ограничены их здания. То есть обязательно, если хотим сделать какой-то уникальный подарок, посмотрите для приобретения. Часы уникальные, интересные и очень яркие получились. Следующая новинка японского рынка – это часы компании Seiko. Seiko 5 Sport модель. Они чем интересны? Да, это новинка, но если на часы смотреть, то, скажем так, вызывают они ассоциации таких часов в середине 20 века. И это действительно модель 60-х годов, которая была перевыпучена, частично переосмыслена. Но вот она вдохновена теми самыми часами, которые у Seiko выходили в 60-е годы. Это у нас механика, 24 камня, 21 тысяча полуколебаний в час, запас хода 44 часа. Часы у нас такие вот спортивные, 5-спорт они поэтому называются. Вращающийся безель обязательно с приятными такими щелчками на всех проходах. Со смещенной заводной коронкой, ввод защитов 10 бар. Из интересного, да, это вот такое нестандартное цветовое решение для дайверских часов в сочетании зеленого и синего. Плюс на безеле у нас специальные там вот эти 20-минутные отсечки, они красным цветом выделены. То есть получились такие, с одной стороны, винтажные, с другой стороны, вот только-только они поступили и на наш рынок, и, в общем-то, в мире были анонсированы. Естественно, задняя крышка сапфировая, прозрачная, можно посмотреть за работой механизма. Сапфировое стекло, стальной корпус, браслет таким сатинированием, частично тоже приятный, с двойной застежкой задней. Ну, в общем, такая механика, приятная, доступная, с элементами спорта. На руке интересно будет смотреться по-летнему, скажем так. Следующие часы японского рынка и третья компания из Японии, это Citizen Eco Drive Pro Master Marine. Ну, по названию можно догадаться, что у нас это морская тематика, морские часы, то есть дайверские часы. Ну, и по ним, в общем, видно, да, и безель такой определенного типа, который характерен для дайверских часов вращающихся, тоже с приятным прощелкиванием каждого шага. Здесь водозащита у нас уже 20 атмосфер. Часы у нас тоже такого винтажного исполнения, вдохновены вот старыми винтажными дайверскими часами. Об этом нам говорит безель такой, слегка под бронзу. Ой, безель, извиняюсь. Об этом нам говорит циферблат, слегка под бронзу. Выполненный стальной корпус, сапфировое стекло. Ремешок здесь каучуковый, полимерный, приятный, мягкий, очень-очень гибкий. В общем-то, это логичное решение для дайверских часов. Механика. 21 камень, 21 тысяча полуколебаний в час, запас хода 40 часов с автоподзаводом. Тоже на лето такое вот интересное решение. Яркое, с хорошо читаемыми стрелками, с хорошо читаемыми индексами. Ну, часы дайверские это логичное решение. Поэтому, если хотим хорошо читаемые часы, дайверские решения это вполне логичный выбор. Плюс вот такая вот летняя тематика, она будет подчеркнута сейчас, это более чем актуально. С автоподзаводом можно не переживать, носить, пользоваться летом самое то. Из интересного также стоит отметить, что, несмотря на то, что это такая вот дайверская механическая модель, получилась достаточно она компактная, небольшая, особенно если сравнивать там с привычными габаритами дайверов, которые крупными, или, например, вот с джишоками, про которые я говорил, действительно очень аккуратные они получились. Там 38-39 миллиметров диаметр. Корпус на руке будет смотреться действительно хорошо. Единственное, что это дайверы, поэтому все равно они остаются достаточно высокими. Часами про это стоит не забывать. Ну и мы затронули Casio Seiko Citizen, и логично, соответственно, рассказать про часы еще одной японской компании, часы Orient. Новинка, в отличие от всех предыдущих моделей, которые так или иначе связаны со спортом, это у нас абсолютно классические часы, модель Bamboni 4, очень аккуратные, трехстрелочники, механика, 21 камень, 21 тысяча полуколебаний в час, 40 часов запас хода, автоподзавод, сапфировое стекло, стальной корпус. Из интересного это ремешок, такой нестандартный, двойной кожаный. Внутри у нас синий он, а внешняя сторона такая бархатная, ну, буковая, очень приятная, тактильная. Часы действительно летние получаются, но здесь, да, надо вот учитывать, что такие ремешки, особенно с такой обработкой внешней, они очень капризные, аккуратно надо носить, смотреть, чтобы на них никакая влага не попадала. Здесь вот защита минимальная, в 5 бар реализована, но вот если нужны классические строгие часы, часы под костюм, пожалуйста, Orient Bamboni 4, прям отличное решение, отличное предложение. Спасибо за ваше внимание, надеюсь, вам было интересно ознакомиться с такими вот новыми поступлениями, р-новинками японскими. Пишите в комментарии модели, которые вам больше всего понравились или заинтересовали, или про какие еще новинки нам стоит рассказать. Ну, а я с вами прощаюсь, до новых встреч!